Ерлан Утешев может оказаться за решеткой. Экспертиза подтвердила, что начальник управления энергетики и ЖКХ был пьяным за рулем. Теперь госслужащий не просто участник аварии, а подозреваемый по уголовному делу ДТП со смертельным исходом. Сегодня возле ВИП-палаты выставлен конвой, а уже завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Скорее всего это будет арест. Подробности громкого дела в материале Анвара Шаликенова. Вчера успешный чиновник, сегодня подозреваемый в убийстве. Ерлану Утешеву грозит 5 лет тюрьмы. Начальник управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области при совершении ДТП со смертельным исходом находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. Об этом рассказали и в областной прокуратуре, и в МВД. Все в один голос утверждают, Утешев за рулем был пьяным. Согласно результатам проведенных исследований, в крови Утешева обнаружен алкоголь в количестве 1,67 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. А вот накануне полиции в отношении Утешева составлен протокол задержания в качестве подозреваемого. Чиновник обвиняет по статье 132 Уголовного кодекса страны. Статья предусматривает во дворении ВВС. Однако врачи заявили, что сейчас госслужащего невозможно отправить за решетку, поскольку там ему не обеспечат должного лечения. Напомним, предъявить обвинение и избрать меру пресечения по закону должны в течение 48 часов. В настоящее время вынесено постановление о задержании его в качестве подозреваемого. Возле палаты, где он находится, выставлен конвой. Решение о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения должен принять орган дознания, то есть ведущий в уголовный процесс сейчас, в течение 48 часов. Сейчас у палаты ВИП больного дежурят уже не журналисты, а конвой. Пробраться к Утешеву теперь вообще нереально. Со дня на день чиновника должно увезти в изолятор временного содержания. Напомним, родные умершие Лязат Ташеновы считают, что начальник управления энергетики и ЖКХ уйдет от правосудия. В этом ему может помочь его служебное положение. Однако в пресс-службе областного акимата нас заверили, что не будут вмешиваться в расследование. Анвар Шаликенов, Тулиген Рашитов, Марат Культенов. Первый Карагандинский.